Вижу, что Ост это, конечно же, для замечательного фильма Майор Гром. Замечательно, потому что предыдущие фильмы мы все знаем. Как-то у нас, вспомню, разговор был здесь в чате. И вообще бывают разговоры по поводу фильмов, за которые не стыдно по-настоящему с точки зрения спецэффектов, с точки зрения драматургии, вообще качества картинки. И вот как будто Майор Гром всегда у всех встает первым максимально. И очень приятно, что Гонфлат является здесь человеком, который открывает, так или иначе, Майор Гром, игра, Гонфлат, музыка, сфер, саундтрек к фильму. Вот я не знаю, как к этому подойти. С одной стороны, мы должны это, безусловно, рассматривать как саундтрек к фильму, ведь это саундтрек к фильму. А с другой стороны, мы тут оцениваем песню как песню, как музыку, которую мы слушаем. И вот как тут быть, да? Вот помните, как с Фарой мы слушали трючок, который написал для сериала. С сериалом, ну там, правда, трейлер еще не подошел, но допустим, допустим, там в тему, да, история. Но как трек, как бы, ну, ох, да. Technology Beats, да, конечно же, которые прям забирали все, что можно, и было сильно. Как песню, фильм же мы не смотрим. Ну да, согласен, тут как с клипами. Согласен. Короче, мы оцениваем песню. Вот так. Все, кто использует эту песню для каких-то других назначений, да, там, нужно ли им использовать историю с Остом и прочими вещами, пожалуйста, да. Нам хочется получить песню в плейлист. Как вы понимаете, поэтому сделать мы будем именно это. Здесь было голосование. Спасибо вам большое, что голосовали. Заходите, никакого говна здесь нет. Обещаем только музыка, только голосование. История про стримы, чтобы вы не пропускали самое интересное и нужное на свете, да. Но еще рассказываем про кайт, Сената. Кстати, убил он или нет? Я что-то не посмотрел. Он убил Маленью или еще, или пятый день убивает? Он вроде спал, я когда заходил. Убил, да? Базара нет, базара нет. Я что-то пропустил. Он сегодня убил или еще вчера перед сном? 1611 раз умер. А, убил, да? Да, бля. Есть у кого-нибудь видос? Скиньте, пожалуйста, видос Диме или куда-нибудь. Скиньте видос, типа, как это происходило, как вообще он отреагировал. Мне очень интересно посмотреть. Он там с одним ростом поспал на 100к, что-то читал. А, окей. Ясно, ясно. На 9.0 и Влад сам гроулю. Кайф, 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 кайф. Да, я представляю, я хочу глянуть, что там происходило. Все, ладно, друзья, это вопрос другой, да? Слушаем, смотрим внимательно, что это такое. Let's go. Музыка сфер. Окей, это вот. Ambient. На подумать, что-то происходит важное. Героев поднимают. Но ты воедино сольешься в окон. Капли воды на мне я высоко. Терминный вон клад. Ветер обнимет меня целиком. Я могу летать, мне так легко. Бледная кожа, но в горячий взор. Свет луны поможет отыскать тон. Музыка сфер, я пою в унисон. Нежный мусон дует в лицо. Но ты воедино сольешься в окон. Капли воды на мне я высоко. Терминный ветер обнимет меня целиком. Я могу летать, мне так легко. Тяжкая ночь, а божественный дом. Станет невесом и услышащим зо. Музыка сфер, я пою в унисон. Розену стоп. Летут из зон. И гряну гром. Дождь стучит мое окно. Смывая все, что было. Гром, мое. Капли на ладон. Это не зон. Майор, гром. Звезды шепчут мне о том, Что до мечты недалеко. Просто взгляни за горизонт. Новый рассвет. Но прежде пока. Я давно не видел свет, Но не сдаваться дал обед. Даже когда надежды нет. Но ты воедино сольешься в окон. Капли воды на мне я высоко. Тепел ветер обнимет меня целиком. Я могу летать, мне так легко. Бледная кожа, но горячий взор. Свет луны поможет отыскать дом. Музыка с фергей, пою в унисон. Нежный мусон дует в лицо. Но ты воедино сольешься в окон. Капли воды на мне я высоко. Очень хорошо, легкость чувствуется. Бэк-вокал прекрасный просто. Я могу летать, мне так легко. Тяжкая ноша, божественный дон. Станет невесом и услышать джимзо. Музыка с фергей, пою в унисон. Разум и вздор, плетут узор. Дэмбро. Музыка с фергей, пою в унисон. Причем тут очень интересно. Так грянул гром, дождь тучит в майор. Ну как бы даже по созвучности интересно. Огромное количество рифм. Легкость чувствуется. Просто фантастическая, волшебная, мягкая. Такое, знаете, прям вот ощущение какого-то прям либо пера, либо какой-то шелкаю постель. Я не знаю, очень странные такие вайбы. Да, прям действительно все это как-то вот какой-то клауд, какой-то эмбиент. Очень мягкий поп такой. И интро, аутро, красивые синты отличные. Замечательно нас погружает, выпускает, развивает нам вторую историю. Да, то есть не дают нам двух четверок. Да, нам дают очень красивое разнообразие. Реально. Я могу летать, не так легко. Здесь. Причем тут у нас как бы текст с одной стороны тот же самый. Да, с другой стороны нам дают развитие в бэк-вокале конкретно. Вообще в особенности хотел бы обратить на бэк-вокал здесь, да. Он очень мощный. Самый топовый бэк-вокал из последнего, что мы слушали, это не мягкая песня, но это Хэйс Санс, да, трючок вот этот. И Тайдон Толливера. Просто демоническое количество просто, да, всего, что связано с айрбэками, длибами, бэк-вокалом и вообще многослойностью, да, красиво обволакивающей. Вообще, знаете, мне как будто немного Гонфла Дон Толливера напоминает. То есть специфический тембр, узнаваемый очень, умение петь очень хорошее и техническая безупречность. То есть он как будто, они работают в разных жанрах, вопросов нет, я не знаю, поймете ли вы, о чем я говорю. Но, допустим, как бы именно совокупность скиллзов и то, в чем они, так сказать, уникальны, да, тембр, возможность красиво петь, тянуть и безупречность технической причитки. Тембр, имеется в виду своеобразность тембра, да, то есть я бы не стал, допустим, сравнивать там Лос Итом или с Трейвисом или там с Тек Найном, да, он еще техничнее читает, но это не то, а вот Дон Толлер как будто, как будто вот это, это вот, типа один порядок артистов, да, с точки зрения качества и возможностей. Вот, не знаю, поймете ли вы эту шизу, которую я сейчас накидываю вам, но надеюсь, надеюсь понятно. Короче, мне очень понравилось, насколько он развивает здесь вторую четверку, реально. Бледная кожа, но горящий взор, тяжкая ноша, божественный долг. Очень красиво. Свет луны поможет, да, бледная кожа, свет луны поможет, на горящий взор, отыскать дом. Станет невесомой, услышащим зов, музыка сфер, ей пою в унисон, разумы вздор плетут узор. Шикарный бэк-вокал, отличное развитие на второй четверке, и она как раз погружает аккуратненько в куплет. Это очень сильная песня. И сумасшедшая узнаваемость. За первую оценку, которую хочется поставить здесь без сомнений просто, это за индивидуальный сихаризм. Сразу же десяточка. Сразу же. Вот это прям железно. Здесь тоже пять баллов. Бетон вообще. То есть это две оценки, которые залетают моментально и сразу. Здесь я как будто даже пока... Пока я не знаю, до чего докопался. Сейчас послушаю внимательно. Но настолько проработано... Знаете, здесь еще дело в том, что... Не так, чтобы много экспериментов и какого-то сложного, несвойственного гонфладу звучания. То есть он просто пришел и сделал свою базу на высоком качестве с отличной работой по звуку. На прекрасном продакшене. И мы такие... То есть здесь как бы, ну... Все максимально понятно для него. И поэтому предельно хорошо. Даже если бы была какая-то скорость, у него в принципе запас скорости тоже есть считать на фастфлоу. Но тут и этого нет. Какой-то прям сумасшедший вокал, да? Ну я не знаю. Но он протянул в одном месте столько, сколько я думал там гораздо раньше закончится. Не знаю. Технически он действительно безупречен. Реально. Очень хорош. Слушаем трек. Железно добавляю его тоже в «Подумать» на плейлист. Ну да, у нас пятница, конечно, достойная. Очень достойная пятница. Начало жесткое просто. Для сериала такое надо. Вероятнее всего, да. Но это еще и как трек работает, да? Что немаловажно. Там новосты еще будут «Сквозь баб», «Антоха МЦ», «Сироткин», «Зи Хэттер», «Свершмен», «Синдекс.Музыки», «Слава Мэрл», «Собрана народа». В общем, круто. Очень круто. Очень круто. Приятно видеть, что артисты участвуют в таких больших проектах. Это очень круто. Это прям фильм, который точно посмотрит, ну, не как «Чебурашку», наверное, с точки зрения бренда, хотя лично мне не очень понравилось. Как качество, которое прям является флагманским в нашей стране, «Майор Гром». Поэтому круто, что ребята там, да, это вот, это прекрасно. Прекрасно вообще. Слушаем еще разок. Короче, вот самое главное, он передал легкость вот этого эмбента. Он передал легкость, знаете, он как шагает, да, вот по облачкам прошагал, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Я не знаю, в какой это момент должно в фильме происходить. Явно либо какая-то раздумья о ноше, когда у главного героя какой-то переломный момент и сумасшедшая сложности. Вот у него нож, а он задумался, смотря вдаль и такой, да, ну, наверное, да, потому что это явно не какой-то, не замес. Это может быть концовка вообще, да, концовка титры. Не знаю, что это может быть. Там будет новость еще, что мы слышали, что на прошлом году круто. Очень круто. В титрах. Да, титры как будто, да. Пиши, да, на Пафлова, по нау, там, пацаны два. М-м-м, самоповтор. Самоповтор. Насчет самоповтора я согласен. Если вдруг вы, так сказать, упрекаете его за самоповтор, в этом плане 100%. Но я сказал о том, что это максимально фирменный гонфлат, который не стал экспериментировать в своей подаче ничего здесь. Это проверенный хитовый вайп. То есть, у него есть какая-то история с тем, что для него максимально понятно. И плюс-минус, да, вот дисперсия, насколько разбег, насколько точно это может быть. То есть, он берет тот кусочек своего качества и умения, которое с наибольшей вероятностью станет хитовым. И это вот он, да. Мне кажется, экспериментировать, ребят, мне кажется, экспериментировать вот в этом случае, это вообще суперкринж было бы. Нет. Здесь гонфлат должен был просто сделать магнум опус в своем умении. Все. Он должен был просто показать, в чем он очень-очень-очень хорош. Это вся его задача. Он это сделал. Не надо. Не-не-не, не надо. Да-да-да. Я согласен полностью, что для оста ему надо просто сказать. Так, я гонфлат. Это значит, что? Я что могу? Я могу сделать мягко, чувственно вот это. Я могу сделать быстро. Да-да-да. Я могу сделать и на разные бит. Так, трахать сук пить сок. Угу. Трахает майот... Майот... Майот гром, да. И пьет лин, да. Так, интересно-интересно. Что это подойдет? Наверное, нет, да. Вот и все. Поэтому он решил сделать мягко. Я думаю, что это нормально. Слушаем еще раз и оценим трючок. Прекрасная работа. Спасибо большое. Пойдешь на фильм? Я думаю, что да. Майот гром, да. Майот гром, да. Очень... Знаете, здесь сила в чем? Сила в правильной громкости бэк-вокала. Смотрите. Настолько панорама сумасшедший бэк-вокал. Кто... Что за руки это сводили? Кто это сводил? А мастеринг? Трудами профессиональных звукоинженеров в 17-м году из Ханкт-Петербурга. Это профессиональные звукоинженеры, друзья. Да. Это не позеры. Это база. Просто всегда. Может быть, у артиста капа фирменная. Ну, то есть, как оно должно звучать, оно примерно понятно. Но как они поставят именно бэк-вокал и сработают этим бэк-вокалом, и вообще всем, что касается саунд-дизайна с инструменталом. То есть, насколько саунд-дизайн разных партов вокала будет включен дополнительными инструментами в основной минус, в основную музыку, вот это есть сила, да, и есть чувство, и восприятие музыки звукорей. И это на очень высшем уровне. Топ. Еще топ. Афлодалити. Качество жду. Но хотелось бы... Вот там хотелось бы экспериментов. Ну, то есть, представим, да, выпускает гонфлад 15 вот таких песен. Не пойдет. Ну, реально. Не пойдет. Таких песен должно быть 2 из 15 там, да. Ну, вот лично, как по мне. Две вот такие песни. Две электронные. Две, которые вообще хуй пойми что. И что-нибудь еще. Вот это для меня флодалити, если спрашивать, да. А если мы получим вот таких 15 песен, ну, ок. Это будет 10 за реализацию, 10 за харизму, 4 или 3 за общее впечатление. И все в таком духе. Поэтому такое, да. Да, я тоже думаю. Все треки разные. А, ну все, вопросов нет. Значит, все правильно. Все, дайте послушать. Слушаем внимательно. И оцениваем трек. Да, просто первый раз, когда слушаешь, да, воспринимается целостность картины и получаешь удовольствие. Да, то есть ты понимаешь, что да, все правильно стоит, все отлично звучит. Все, очень хотелось бы, очень хотелось бы послушать этот трек в качестве. Мне, кстати, спасибо большое Визию. Он выслал 7 трючков вот с последнего альбома Майота. В Афке я прям кайфанул, послушал вот этот трек, потому что сложное звучание. Вот будь то альбом «Контраст» на Моноис тоже присылал, да. Несколько песен, которые вот прям хотелось особенно послушать в качестве. Вот. И вот такое, прям где прям многослойность и большая ширина, да, прям сцена глубокая, панорама. Я знаю, что надо слушать там на правильных мониторах, три линии, все такое. Не люблю я, да. Я люблю слушать на супер задротской истории именно с наушниками. Если кто-нибудь вышлет из тех, кто имеет к этому отношение в Афку, этого трека, я буду вам безумно признателен, она никуда не уйдет от меня. Но если ничего никто не взломает, да, не переживайте. Очень круто. В Афлоке. Не, лучше Вавку. Да, и даже здесь оно вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Да, и такая мягкость. Такая, знаете, мягкость в этом синте, мягкость бас-гитары 70-х, 80-х. Что-то, что-то какой-то ретро еще вайп немного, привкус есть такой прям. Но ты воедино сольется в окон. Капли воды на мне я высоко. Теплый ветер обнимет меня целиком. Я могу летать, мне так легко. Бледная кожа, но горячий взор. Свет луны поможет отыскать дом. Музыка с фергей пою в унисон. Нежный мусон дует в лицо. Но ты воедино сольется в окон. Капли воды на мне я высоко. Очень красиво, очень громко и правильно стоит бэк-вокал. Настолько он его обволакивает. Чуть тише бы сделали, все, капа бы стояла. И вся вот эта красота затерялась бы. Очень круто. Блин, отлично. Идеально свели вообще трек. Идеально свели трек. Фантастика. Без сверки пою в унисон. Сразу мой вздор плетут узор. И гряну вздор. Плетут узор. И гряну гром. Дождь стучит в мое окно. Смывая все, что было до. Роняя капли на ладонь. Это не сон. Звезды шепчут мне о том, что до мечты недалеко. Просто взгляни за горизонт. Но прежде закат Я давно не видел свет, но не сдаваться дал обе Даже когда надежды нет Но ты воедино сольёшься Но ты воедино Я говорил, да, вот мы с одним человеком разговаривали Никто, конечно, никогда не смотрит вот сюда, да? Конечно, никто никогда сюда не смотрит Чтобы вы понимали, да? То есть у нас, в принципе, здесь это есть То есть у нас это есть, да? Зарегистрированный на сайте автор имеет воздействие Мини-пользователь никнейма соответствующий знак Микрофон для артистов, нотка для продюсеров, кейс для дизайнеров Камера для клипмейкеров, микшер для звукорежиссёров То есть у нас это в разработке Так или иначе, мы это помним, обязательно это будет сделано Если что Бэк-вокал, которому я бы добавил полтора балла Если бы даже было где-то здесь Именно структура бэк-вокала Как она ходит, как она работает с панорамой Какой она создаёт мягкость погружения Такие не розового цвета облака Какие-то вот прям вот прозрачные Бледно-бледно-бледно-бледно-бледно-бледно-бледно-бледно-голубые Да, что-то прям там супер-мягкое вообще 10 сумасшедшее Да, для саундтрека, для поп-музыки какой-то Которая является с одной стороны электронным эмбиентом С другой стороны поп-музыка Прям... Это 10 железные вообще с запасом Что касается трендовости Ну, я думаю, что всё-таки четвёрочка скорее всего Это не классическая поп-музыка Это не поп-рок, это не трэп Поэтому хит месяца здесь больше, нежели продюсер месяца Хотя вот продюсер месяца тоже было бы хорошо Отличная работа, спасибо большое Три... Да нет, если бы... Вот я бы три поставил, если бы здесь была Detroit Cheatka Например, на такой бит И соединить такой инструментал с Detroit Cheatka И тогда совокупность жанра по исполнению и музыке Была бы сложной Здесь это мягкая музыка всё-таки Но не прям поп как таковой, ни в коем случае Спасибо большое, песня удалась во всех смыслах Очень круто Бомба Что вы думаете по этому поводу, друзья? Что вы думаете по этому поводу? Ну, вы думаете так же, да 32 лицензии у нас существуют Ага, Technology Beats не зарегистрирована на сайте Я хочу показать, как это выглядит, да В данном случае снова у нас замечательный Есть... Я постоянно прибегаю к этому альбому Потому что очень хороший комментарий Оставал Nemo Noise Продюсер, который зарегистрировал Который сам делал эту работу И вот он оставляет всегда в закреплённых комментариях Либо комментарии артиста Либо комментарии продюсера Людей, которые имеют отношение к работе Это к альбому Имеет отношение А тут уже даже ценность проставлена Очень крутой комментарий, да Шикарный комментарий Если вдруг есть что сказать Есть что залайкать, какие рецензии Да, продюсер тоже имеет право это сделать Конечно же, артист Гонфлат в данном случае тоже Имеет возможность поставить авторские лайки Выглядят они вот так, авторские лайки То есть ты просто ставишь лайк на рецензию И он отображается авторским Только на тех работах, к которым ты имеешь отношение Всё Поэтому это лайки авторов Это очень важно В скором времени эти лайки будут очень много решать Для пользователей Потому что если автору работы Твоя отзыв и рецензия Она прислась по душе И он понимает, что это действительно полезно Это либо критика полезна Либо похвальба, в которой что-то увидено Что-то интересно, раскрыто Я вот хочу вам чуть более широко Быстренько объяснить В чем смысл вообще нашей задачи Наши работы И вот всей темы Даже всех ребят, которые занимаются рецензиями Потому что люди, когда создают красивые песни Они хотят, чтобы глубину созданной красоты Вы заметили Звукоинженеры, продюсеры, артисты сами Они хотят, чтобы вы понимали Насколько это хорошо Когда это хорошо А когда даже фан-база На всё подряд абсолютно Даже на средние, откровенно Треки, демки Всегда просто сытся кипятком И на всё подряд говорит хорошо А хейтеры всегда вне зависимости от всего Говорят говно Ну это такое Потому что творческие люди Они очень восприимчивые И очень На самом деле Как бы они не кичились фактом того Что они такие независимые Все серьёзные, селебы, с деньгами Всё это полная хуйня Потому что истинный творческий человек Он очень раним И очень ему важно Чтобы вы понимали глубину И вот мы вместе с вами Стараемся проникнуть В эту глубину Насколько это возможно Чтобы раскрыть это Знаете, типа Как если человеку Который не понимает живописи Показывать там Квадрат Малевич Он такой Ну не рассказывать всю глубину Идеи Там заключенного концепта Он такой Хуйня Или там На абстракцию какую-то Которая здесь Дает там линии Чёткость какого-то настроения Вектора Резкость Хлёсткость Передаёт отношения к жизни Мазня Хуйня Так как к трекам Многие относятся к песням Чё-то не качает Заебок качает И для таких людей Мне кажется Как бы Избыточно стараться Человеку не алё Как будто бы Поэтому люди Которые вникают Действительно Даже видят Отрицательные вещи Положительные Это очень важно Для артиста И для тех Кто имеет к этому отношение И очень много Мы получаем отзывов Даже вне публичного поля Касательно того Насколько круто Когда люди Действительно видят Интересный инструментал Какой-то эксперимент В сведении Какие-то истории С рифмами Какие-то вещи С подтекстами Это настолько людей Вдохновляет И окрыляет Что это очень важно Поэтому Происходит сейчас Байт Чат спасайте Спасайте меня Покажите грусть Насколько вы грустите От того Что Гонфлат не зарегистрирован На сайте И насколько вы хотите Получать от него Авторские лукасы Как бы вы хотели Чтобы он поставил На вашу рецензию Авторские лукасы Сколько бы вам счастья Это принесло Покажите слезы Покажите всю боль Которая у вас есть Байт им лучше Байт им Лучше байт Да Видите Видите Вот к сожалению Да Вот ни продюсер Ни Гонфлат Сам Не проявляет Никакого интереса К замечательному Погружению Наших пользователей Десятки тысяч Рецензий Десятки тысяч Пользователей Все стараются Искренне Слезы боли Происходят здесь Да Да Все это Я думаю Эта хуйня сработает Так вот Неповторимый Флада Здесь базированный Трек от Флада Играл на угром Космического Тут у нас Я не буду сейчас Углубляться Я читаю обычно Сам Чтобы не сильно Не душить вас Хотя я даже Я часто об этом Говорю И все равно Продолжаю это делать Вот Монро Сегодня очень крутой Написал текст Я его пока читать не буду До разбора альбома Да он вроде Первым побеждает Потом прочитаю Вроде авторский То есть не копипасту Там стилеги Какую-то А прям вот Что-то оригинальное Раскрывающее Дополнительно Что-то Это всегда круто Вот Спасибо большое Отражает музыку Сфер Слушай Дреки Чувствую Что в фадальте Будет возможно Очень значим Да Жестко он задирает Да на самом деле Планку альбома Предстоящего Все рецензии Проходят ручную Модерацию Только вручную Ребята читают Одобряют Все пользователи Пишут причину Регистрации Вручную одобряем То есть все Вручную одобряется Да Никаких оскорблений Никаких матов Все абсолютно корректно И если что-то Иногда проходит Мы сразу это сносим Поэтому Все очень экологично Все максимально Про музыку И сосредоточено На качестве Да Вот бывает Вот допустим Смотри Да вот Десятки Три Красиво Сильно Но слишком просто Для Влада Влад Что ты сделал Так просто А если бедро Флатрак достаточно Сильный И сделан уровень Флата показывает Прекрасный вокал Крепкий атмосферный Припев Не хватает будто Разнообразия Может какого-то Бриджика Поэтому структуры Девять Слишком просто Для артиста Чисто субъективно Трек мне не зашло Потому что Общее впечатление Три-четыре За тренд Сейчас Стилик Так сильно Слишком простой Для Флата Будто бы Ну вот это Претензия Касательно того Что нету Нет Ну я Я согласен С тем Что это просто Для него Но не согласен С тем Что надо было Как будто что-то еще Ноты слить Перекрасный Гонфалт Невероятно большой Болюар Носит Которого давно Захватил огромный Слушайте Это книга Подпускает Видео Это разнообразно Интересно При этом Очень качественно Приглашение По участке Либо других Творческих Важность И значимость Артиста Поэтому Очень радо Что Александр Да Да Красивые образы Которые прекрасно Ложатся на музыку Исполнили Рифмы Тоже неплохие Вот не знаю Почему-то Еще не девятки Десять баллов Ощущение девятки За счет того Что сами по себе Рифмы Которых много И они довольно красивые Они не сложно Составные Это не ассанансы Иногда рифмы Сами по себе Простоваты Хоть их и много Но С учетом Жанра Я как будто бы Решил поставить Десять Но принимается Девятка Легчайше Добротно Думаю Допустимо Поэтому Структура ритмика Супер противоречивая Ситуация Ведь есть Прекрасные Бэки Очень разные Ритмики Все это Разбивается Об целых Четыре Восьмерки Припева Все это Многовато Понятно Что за саундтрек Принимается Реализация Индивидуальность Харизма Александр Провосходно Владимир Голос Нужен спектр Сложный Пограничная Ситуация Спасибо большое Спасибо большое Основные претензии К чему К структуре Так или иначе Есть претензии Мягкость Девятка Десяточки Мечта За текст Короче За текст Больше За текст Больше Вопросов Нежели Чем За Реализацию И Хотя Тут Одинаково Лучший Ост Базар Четверки Ост 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 Далити Круто Спасибо Друзья Вам Большое За погружение За внимание К музыке В целом И за Любовь К нашему Замечательному Делу Общему Вот так Клипа Нет Ничего Спасибо Большое Флог Не буду Душите Потом Читают Минуту По 20 Рецензий Пока Да Все Так И Происходит Но я Правда Верю Когда Говорю В то Что Я Не Буду Читать Я Правда Верю В то Что Сейчас Быстро Пробегусь А потом Все Повторяется Как Всегда Спасибо Друзья Было Круто Круто Топ Ждем Продолжение Развития Да